Многие видели, если кто-то не видели, посмотрите, абсолютно религиозный музыкальный клип. Мне он напомнил такие песни тамбовских протестантов-баптистов, значит, памяти Навального. Это, по сути дела, манифест основания новой религии навальнизма. Религии беспомощных рабов, религии людей, которые упиваются своим бессилием, своей немощью, которые с удовольствием посмотрели, как распинают или морят в тюрьме их пророка, радостно потерли ручки, уехали за границу или остались там и носят цветы ему на могилку. Живой он им был не нужен, судя по тому, что они за него не боролись никак. А мертвый он их вполне устраивает. Как бы он сам для них жил, результат они оценили. Сняли видео на 10 почти минут, где псалмы читают, псалмы Навального поют. Это, если кто-то не видел, посмотрите. Это абсолютно религиозная история. История про массовое безумие, про поклонение. Какая-то художественная самодеятельность рабов. Но это вообще лучшая художественная самодеятельность рабов в всей истории. Раньше рабы что могли только там, не знаю, где-нибудь сплясать в перерывах между трудоднями. А теперь работать рабам не надо. У нас впервые русские, вот эти, хорошие русские, это первые рабы, которые не работают. Поэтому у них, в общем, все удалось. И вот окончательная крышечка на этом безумном тазу, это как раз вот эта песня про Навального. 10 минут, псалмов, я уж не знаю, я не религиозный человек, как это называется, ну, религиозных песнопений, так скажем. Где поется там, о какой ты был, все это в перемешке с блатным жаргоном каким-то, вот этими дурацкими словами. Типа там, прикольно, там, ты, 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 ты. В общем, какие-то взрослые дети, безумные, в каких-то соплях слушают вот это, ноют под это все, обнимаются, целуются, лижутся, там, как эти песики, кидают цветы на могилку, плачут снова. Вот, рассказывают, какой он был святой, самый улыбчивый из улыбчивых, это как, тут полный микс, и про Ленина эти рассказы я читал в детстве, и про все, что угодно. Я думаю, что вот людям мыслящим, которые даже Навальный был симпатичен, да, но им, я думаю, неудобно вот это смотреть, ну, просто неловко, потому что это настолько уже выходит за грани, за грани любой эстетики, что смотреть это неудобно, это стыдно смотреть. Даже если, еще раз говорю, есть хоть какие-то мозги, и ты, там, как-то сочувствовал Навальному, невозможно, просто хочется вот так закрыть глаза и разорвать, просто вот так вот, потому что, ну, вроде смерть, но они и смерть умеют опошли, то есть, рабское отношение к смерти, оно другое, чем у свободного человека, да, раб, он, как бы, использует любой повод для веселья, для пьянки, вот, и они, как и хорошо на его гробу поплесают, сейчас они его гроб будут возить еще, ну, виртуальный гроб будут возить по всему миру, будут греметь несуществующими мощами, будут выпрашивать деньги, будут всячески мешать Украине, ну, делать вид, что они за Украину, на самом деле всегда говорить то, что нам не полезно, вот, будут никогда не помогать Украине, потому что рабы не могут ничего не делать, делать против своего хозяина, даже если это бывший хозяин, даже если они уехали куда-то, хозяин всегда вот висит где-то над головой, вот, и кандалы всегда при себе, значит, вот в хитцерском рюкзачке, там, в чемоданчике, там, в машине, в багажнике, обязательно, конечно, такая жесткая деревянная клизма с усенцами и наручники, и кандалы, и цепочка, ну, атрибуты раба всегда, веревочка, мыло, вот, иностранные агенты, мы там, все, давайте, где нас тут, вот это, распыните нас, а лучше вот его, распыните, ну, его и распяли, в принципе, да, вот новый, новый, я прошу прощения у верующих людей, новый Христос появился, это новое христианство, ну, со старым христианством у русских ничего не вышло, кроме топора, вот, отрубил голову, перекрестился, дальше пошел, вот, напал на соседнюю страну, перекрестился, снова напал на соседнюю страну, вот, поэтому сейчас у них новое христианство, это христианство умалишенных совсем, ну, я не говорю, что там не было среди первых христиан тоже ненормальных людей, конечно, были, как и везде, но просто те христиане, они, они имели какое-то мужество там, да, Эти христиане вообще, христиане на гладиаторских боях дрались с тиграми и львами. Этих, мне кажется, может победить даже кошечка Путина, причем всех сразу. Ну и вообще все это выглядит ужасно, они с удовольствием просто глумятся, вот они сидят и вдыхают аромат тлена Навального, да, и такие, он умер за нас, он самый лучший на земле, мы его будем боготворить до конца, он принес себя за грехи, нет ли там слова такие, если нет источника тьмы, значит всюду будет свет, свет, Навальный отец, Навальный сын, Навальный Дух Святой, все в одном лице, да, этот Яшин пишет из тюрьмы, но ничего не лечится там, ни тюрьмой, ничем, там вообще полная атрофия всех связей нейронных. Сороковой день со дня смерти, со дня убийства или какого-то гибели, со дня убийства, наверное, Алексея Навального, как считается в этот день, душа воскресает и так далее, я думаю, господи, а то вспоминаю, что ты просто отвлекся, отвлекся от наблюдения за вот этими насекомыми мистическими. Они же писали, кто-то написал, я хочу, чтобы Алексей воскрес, и альбац, штырки мистические, может на свободе она там, но если не представлять для себя угрозы, для окружающих, наверное, никто не будет там держать специально, хотя лечить надо, безусловно, нужно лечить, но когда он пишет, я хочу, чтобы он воскрес, и третий пишет, и я хочу, и я, и я, и я, и я, и я того же, мне не я. То есть это реальная секта, деструктивная абсолютно, потому что не то, что она какие-то души разрушает, потому что никакой, конечно, иностранец не может прийти в эту секту, но для этого нужно быть русским абсолютно точно, вот, но вряд ли это, она как бы способна на какой-то прозелитизм, на какое-то продвижение, потому что очень умный культ, никому не понятный, кроме добровольных рабов с кандалами в чемодане, но лечить их, конечно, тоже не надо, кому не нужны, но просто надо относиться к ним как к реальным, ненормальным, сумасшедшим, потому что, чтобы достаточно понять, что эти люди, что это за секта, посмотрев вот это видео, я категорически рекламирую, категорически рекомендую, это блестящее абсолютно видео, естественно, они делают на нем деньги, они не стали его заливать на открытые какие-то каналы, монетизация, все как положено, там вот как бы такой циничный долбебизм, да, вот такой долбограизм, чтобы не ругаться, вот, и вот так это работает, культ смерти, продаем оптимов розницу, тело любимого вождя, пророка и так далее, почему они там говорят в конце, я посмотрел сегодня, просто за завтраком смотрел, значит, нет, он не пророк, он простой человек, я понял, что простой человек, это и есть новое имя пророка, простой человек, Навальный, культ простого человека, то есть, они, понимаете, они уходят вот это от маленького человека, уже не маленький, то есть, маленький человек, это вот они, наверное, воспетые литературой, мультфильмами, там всякими, а он, значит, простой человек, простой человек, просто человек, богоподобный, это смотреть вообще невозможно без, я думаю, что вот при употреблении легких наркотиков, очень многим понравится, вот, больше никакого применения этого видео найти невозможно, ну, может, еще кто-то об стену будет головой биться, я не знаю, там, шрамы себе наносить, там, быть бутербродами, биться по щекам, кто его знает, да, но вот прямо деструктивный культ настоящий, но, слава богу, что это все внутри, это все, единственная вот этого беда, я вот недавно говорил с одним хорошим человеком, с кинематографистом из Австрии, который снимает про войну, совершенно отважный человек, прекрасный, ну, не буду говорить им, мне, он меня не выполномочил, мы просто так разговаривали, и я когда рассказал ему, все вокруг украинцев, кто были, рассказали, что Навальный нам совершенно не симпатичен, что он такой же русский фашист, просто вот, его единственная претензия к Путину была в том, что он сам не Путин, не на его месте, ну, серьезные претензии, а все остальное под него подстраивался, и так, и я так повторять не буду, у этого австрийского документариста круглые глаза, потому что у них Навальный, кстати, да, мимо этот культ заскочил тоже, он без вот этого поклонения мертвому, такому абсолютно арабскому, да, там этого нет, но Леоних Навальный это святой, святой борец за все хорошее, против всего плохого, за бомбардировку Грузии, за депортацию крымцев, за гонение украинцев, за убийство украинцев, за все хорошее, что может только быть для русского человека, да, но австрийец очень удивился, он говорит, у нас ничего про это не знают, я говорю, ну, конечно, вы, я говорю, вот наснимали на Западе Голливуд, вот это сделали из человека, он реальный Навальный другой, если кто-то снимет фильм про реального Навального, у него будет две вещи, у него не будет денег, потому что никто на это не даст, но у него как-то, и все будут думать, что он сумасшедший, что он на Путина работает, и так далее, а для того, чтобы не любить ксенофоба и недалекого человека, расиста, колониалиста, живого или мертвого, совсем не нужно, в общем быть, ни слугой Путина, ни кем, нужно просто воспринимать этот мир в его реальных обстоятельствах, но на Западе, вот я говорю, вроде информационная эпоха, а у них Навальный бог, и сейчас, наверное, про этот клип тоже кто-то напишет, но я бы сразу предлагал, вот, если вот где-то в Нью-Йорк Таймс, там, Нью-Йоркер, там, Таймс, Млемонт, надо давать этот фильм разбирать обозревателям по теологии, я не знаю, сохранились ли еще при сокращении штатов, в целом, печатных изданий, есть ли где-нибудь еще теологические обозреватели, потому что, ну, тут зоология, на грани зоологии, вот этой вот, стайной, типа, как вот у муравьев, да, ну, нет, муравьи работают все-таки, или у пчел, тем более работают, нет аналогии в мире, но, и такая стая насекомых ленивцев, да, это на грани зоологии, поведение вот этой и теологии, то есть, такого безграничного религиозного культа, вот с чем мы столкнулись в 21 веке, в век информационной революции и так далее, и кто сказал, что этот искусственный интеллект должен победить, да он уже победил, потому что любой искусственный интеллект, он, например, вот превзошел уже население одной, седьмой, или там какой части суши, да, и это только начало, потому что это количество дураков, оно как-то сильно увеличивается, они как-то пачкуются, наверное, прикуривают от твитера друг у друга, там, я не знаю от чего, но в общем, безумие шагает по планете, и только мы вместе его можем как-то попытаться остановить, сделать это будет непросто, поэтому запаситесь всем. с вами был Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok,